В принципе, конечно, хорошо бы там и пожить в какое-то время, но подчеркиваю, что постоянно там жить нет задачи. Более того, есть такое правило, что я почувствовала, что если ты живешь в стране больше, чем 2 года, то ты уже перестаешь понимать, что, условно говоря, в России интересно. То есть ты уже как-то закопался в нюансе политики местной и жизни. Ты уже как-то больше живешь в другой стране или своей, и ты уже не понимаешь, что в твоей стране интересно, и что их волнует, и что у них будет гордость. Потому что мы все-таки разные общества. Поэтому правильно, да, пошли 2-3 года, понять, выстроить эту сеть за это время, потом вернуться в Россию. Очень хорошо, когда ты, например, пишешь книжку проекте. Не только заметки, но выбери себе тему для исследования, и вот ее хорошенечко прокачай, и напиши про эту книжку. Хорошо, когда ты потом возвращаешься в какой-то академический проект в Корее, и, допустим, защитишь диссертацию на этой. Ну вот, по крайней мере, вот так выстроены самые успешные карьеры журналистов международников во всем мире. Когда это и опыт, и полевой опыт, опыт работы в полях, и опыт академического, с условно-дизайна, потому что всю информацию, которую ты получишь за это время, очень неплохо посистематизировать. И книжки написаны желательно несколько, в той или иной математике, под разными буквами. И потом преподавали. Это тоже неплохо. Потому что в какой-то момент, когда ты набрал большой опыт, и ты действительно являешься экспертом в этой области, и у тебя появляется необходимое желание это передать ко мне. И по мере того, как ты делишься, у тебя еще возникает куча вопросов и к самому себе. И, собственно, от студентов тоже очень интересный фидбэк появляется. Потому что у тебя в голове все так настроено, люди тебя слушают, и вообще задаются какие-то совершенно неожиданные для тебя вопросы, которые могут стать причиной для последующего изделия. То есть пожить где-то еще. Если бы я дальше хотела создавать свою карьеру, то я бы, наверное, поехала в Европу, честно говоря. Потому что у меня очень интересные процессы, которые они сейчас происходят. И следовало, что это там. Да? Свои заметки вы говорите по штабной самой главной теме в Америке. Это гибель бумажных СМИ. Почему газеты уже не могли терять свою авторитетность? Ну, это уже давно было. Мне кажется, что многие вещи, которые я написала, они не так называют. Ну, вы все видели? Все видели. Потому что, если мы видим, то количество тираж бумажных СМИ он действительно сокращается. И людей, которые читают бумажные газеты, становится, ну, как бы, меньше или меньше. Я писала про то, что не бумажные СМИ, то есть носители. Это же носитель, да? То есть не СМИ вообще, не журналистика вообще умирает. Нет, конечно. А умирает носитель. Ну, а зачем? Зачем на бумаге печатать? Берегите леса. Если вы можете все это прочитать на планшете. Ну, просто выверстка другая, да? Может формат изменится, но... Плюс доставка информации быстрее по электронной стороне. Ну, зачем вы будете читать в Коммерсанте вчерашней новости, если вы их включаете в режим онлайн? То есть, вот убили лицо, и через 40 минут это все уже везде... И зачем вы завтра будете попадаете? Потому что, чтобы прочитать эту новость? Ну, какая она уже не новость? Вот. И плюс... Не знаю. Что же это? Макуватура, которая у тебя собирает? Я не вижу ни одного вообще, ни одной причины, зачем сохранять бумажные носители. Это что касается газет. Но я вот, например, не помню, писала я это там или где-то в другом месте. Мне так кажется, что в какой-то момент действительно все бумажные газеты не прикатятся, но будет все равно печатная пресса, она будет в виде журналов, там, каких-то ежемесячных, например. Или, который расхватывает. С очень глубокой аналитикой. То есть, это те журналы, которые есть смысл сохранить как к нему и обратиться к ним потом. Где именно статьи аналитические, глубокие... Ну вот, нельзя, вы же покупаете каких-нибудь политологов, в словом, для вашей родители. Ну, это то же самое, в общем. И чаще всего те же политологи и пишут большие статьи, развернутые журналы. Но это то, что касается политики. А то, что касается регуляции какого-то, тоже очень много нет. Отлично. Полистая журналистка. Уже наличие глянцевые. И потом, в общем, многие будут вот это делать. Вот. И все нужно отталкивать. Что касается ценности. Какую ценность в сегодняшнем мере это для нас представляет? Что для нас представляет ценность на бумаге? Не знаю. Может быть, какие-нибудь фотографии. Есть там какие-то такие французские журналы, известные паримачеры, которые сделали выставку за то, что там публикуются эксклюзивные, очень качественные фотографии, которые, по сути, это является репортажем, и, по сути, это является репортажем, где минимум текста, максимум фотографии. Это такой жанр интересный. Многие будут и за это будут покупать бумаги и дальше. Ну, то есть, как-то так. Вот. А журналистика сама по себе тоже меняется. Ну, вы тоже, наверное, это замечаете. Журналистика меняется, потому что тоже журналисты немножко другого ждут. И вот, если вы видите, то вот какие-то такие жареные новости уже чаще всего и, по сути, публикают, которые в них еще не будут, то есть, что я не знаю, не знаю, в этих технических специалистах, которые почему-то там проанализировали и выдали информацию. И я, конечно, поверю в больше технических специалистов, чем в журналистов, вопросов. И тоже критически есть смысл смотреть на свою профессию под действием этих всех изменений. Моя ценность в том, что я, например, добуду какую-то важную информацию для общества, которую никто про меня не добудет. Почему? Ну, что вот у меня сеть такое скинет. Ну, допустим, я дружу с Баруковичем Медведевым. Мы сценили вот какой-нибудь важный инструмент, когда хотели замолчать, а я взял и всему обществу об этом рассказал, потому что вот это важно для общества, это что-то поменяет в нашей жизни. Поэтому я вот добыла информацию, я как-то журналист. Или там, я поехал на Лайн и рассказал про то, как это все происходит действительно, я убедилась и вот эта цель, эта цель-то всегда будет взяла. Вот. Какая-то глубокая аналитика уже в многие сферы недоступны, вернее, не будет интересно читать журналисты. Ну, например, если, ну, в тех же технических специалиях, или в «Про бизнесе», да? Раньше писали про это журналисты. Сейчас проект можно писать бизнесмен. Я, честно говоря, говорю, что бизнесмен, который пишет про бизнес, все журналисты, кто тут про это журналисты. Ну, в заветном случае. То есть, в принципе, у нас, как у журналистов, появилось много буретов. Надо смотреть, где мы кручены все. Там работают. И в чем твоя ценность? Чего ты можешь такого отдать? Так, своей аудитории. Чего можно и то можно. Вот. Самое, мне кажется, грустное, это просто как-то, как на станке, работать и писать, что такое вообще никому не нужно. Да, простите, кто-то предложил это задать. А чем мне нравится заниматься, если идете журналистикой? Меня, честно, очень привлекает такая отрасль, которая называется «Новые медиа». «Новые медиа», они не всегда имеют отношение к журналистике. Это задания онлайн, сфотографа каких-то продуктов. Ну, это все. Это и дизайн, это и программирование. То есть, в принципе, это может работать и для задания какого-то онлайн СМИ, но может работать и для создания чего-то не было еще. Ну, то есть, словно, всякие гаджеты, которые вы создаете, да, это тоже все относится к зоне «Новые медиа». И мне кажется, ну, мне очень интересный ответ, и мне бы хотелось двигаться в эту сторону. И я считаю, что много грамм журналистов, они тоже будут помогать. Потому что, в частности, по крайней мере, у меня есть опыт, я умею донести смысл того, что я делаю. Это очень важно. То есть, это часть маркетинговой стратегии, это как устроить коммуникацию с твоими социальными клиентами, да. И, в принципе, он рад, что это придает. Так, да. Спасибо. Неужели это все? Ну, видимо, да. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Удачи всем. Спасибо.